Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели портала.нет. Меня зовут Кобец Татьяна, я врач-дерматолог-косметолог, руководитель косметологического центра Кимед. Сегодня в рамках проекта бренда DAV «Ты прекрасней, чем ты думаешь», мы раскроем и обсудим тему, очень важную в преддверии майских праздников, как подготовить кожу к майским праздникам, чтобы ее не испортить и аккуратно вести себя с солнышком на майске. И как раз первый вопрос, один из самых активно отмечаемых и получивших там большое количество голосов, есть ли смысл перед отдыхом сходить пару раз в солярии, чтобы потом не обгореть на пляже. Нас спрашивает Татьяна. Как раз вопрос очень актуальный. И эту фразу как раз я хотела буквально внести таким транспарантом в нашу сегодняшнюю тему для разговора, что все-таки к майским солнышкам нужно быть очень аккуратными и действительно сходить в солярий можно. Это единственный раз в своей практике, когда я разрешаю своим пациентам сходить в солярий в преддверии подготовки кожи к выезду на такое экстремальное первое солнышко на майские праздники. Действительно сходить 3-4 раза по 5-7 минуточек в солярий. Но желательно закрывать лицо плотным полотенцем. Если вы обладатель очень светлого типа кожи, то даже наносить SPF-фактор на кожу перед заходом в солярий. Какие-то спреи с SPF 15 или SPF 10. Все-таки тем самым несколько защищая кожу от прямых и очень узконаправленных именно ультрафиолетовых лучей. Следующий вопрос. Карина. Как выбрать защитный крем для светлой кожи после зимы? Тема про зиму у нас была в прошлый раз, но в этот раз тоже мы отвечаем на вопросы, все, которые нам задают наши клиенты. Для светлой кожи после зимы. Я так понимаю, что Карина имела в виду как раз тем, что кожа светлая, еще не загоревшая, и насколько активно нужно использовать SPF-фактор в этой ситуации. Потому что защитный, тут про защиту ничего не спрашивается по климатическим условиям. Для светлой кожи после зимы, даже в условиях наших широт, то есть Украины, Киева или Южнее, желательно, если вы езжаете за город на длительное время на солнышко, использовать SPF-фактор 30. Если вы обладатель пигментации, или, например, вас волнуют проблемы веснушек, то тогда SPF-фактор желательно выбирать более высокий. То есть большая циферка должна быть на креме написано 40, 50, 60. Иногда мы рекомендуем для пациентов с пигментацией, мы рекомендуем SPF-100. Или некоторые производители пишут 50+. Поэтому это для пациентов с очень светлой кожей или с кожей склонной к пигментации. А также для беременных и кормящих. То есть таким пациенткам желательно на солнышко на прямые лучи не выходить, так как вырабатывается специфический гормон. И можно получить нежелательную пигментацию, даже не загорая напрямую лицом, а, например, загорая какой-либо другой частью тела. Травныви Ирина задает вопрос. Травныви свята редко обходятся без алкоголя. Еще роботы, я бы пикники пришли с минимальной шкодой для шкиры. Немножко интересный вопрос, связан почему-то алкоголь с кожей, но на самом деле, как врач-дерматолог, я всегда люблю повторять, что очень большое количество заболеваний дерматологических, связанных как раз с проблемами пищеварительными, с проблемами ЖКТ. Поэтому всякие излишества в диете или переборы с алкоголем могут отразиться не только на общем состоянии здоровья, а и на коже в том числе. Конечно же, тут можно ответить, что все-таки алкоголь, это прием алкоголя, наверное, это личное дело каждого, но тогда лучше не увлекаться все-таки прямыми какими-то солнечными лучами, то есть все хорошо в меру. И солнышко хорошо в меру, и алкоголь, и пикники, то есть все хорошо в меру. Пожалуйста, отдыхайте, никто не запрещает, но аккуратно. Юстина. Мне 29 лет, моя кожа имеет серый оттенок, у меня нет плохих привычек, питаюсь хорошо, веду активный образ жизни, посоветуйте, как приобрести хороший цвет лица, и какой уход посоветовать для моего возраста. В том, что вопрос очень личный, и оттенок кожи в этой ситуации, это может быть личное ощущение клиента, или световые какие-то блики в тот момент, когда вы смотрите в зеркало. Поэтому, конечно, для того, чтобы кожа была более светящейся, стоит, может быть, добавить препараты, которые улучшают строение стенки сосудов. Есть такие препараты, кремы для улучшения кровообращения в коже. Можно добавить препараты с гиалуроновой кислотой. Сейчас большое количество препаратов даже для домашнего использования с фрагментированной гиалуроновой кислотой. Это наш натуральный увлажнитель. И когда она попадает в более глубокие слои, препараты улучшают регенерацию тканей, улучшают цвет лица. Такие препараты. Конечно, по сезону немножечко вопрос, может быть, я не могу ответить на него более широко в профессиональном плане, потому что можно было бы предложить какие-либо профессиональные процедуры, связанные с пилинговым процессом, но все-таки на осенне-зимний период тогда более активно можно заниматься цветом кожи. На данном этапе можно предложить именно препараты, улучшающие кровообращение в коже, может быть, добавить какие-либо разогревающие, специальные скрабы продаются, еще и такие в магазинах с разогревающим эффектом, опять же, для улучшения кровообращения и питания увлажнения. Татьяна нам задает вопрос, что делать, если днем предстоит быть на солнце, а ночью в холоде, ночевать в палатке. Обычно после таких перепадов температур с кожей просто беда. Конечно, майские праздники – это как раз время активного отдыха, и очень часто клиенты или пациенты или находятся с загородом много, или ходят в такие импровизированные походы. Дело в том, что ощущения, субъективные неприятные ощущения после такого экстремальных таких походов на коже часто всего связаны как раз не с перепадами, температуры, а просто с более длительным нахождением на улице, может быть ветер, может быть солнышко, опять же обветривание, изменение pH воды, может быть недостаточное очищение или очищение не теми препаратами. Поэтому с солнцезащитным кремом это обязательно не расставаться в этой ситуации, то есть днем наносить солнцезащитные средства, они чаще всего обладают и защитным от каких-либо погодных условий, интенсивного ветра, интенсивного влаги интенсивной, поэтому можно наносить солнцезащитные кремы, они же будут защитными от погодных условий, а ночью наносить средства, так называемые от агрессивных погодных условий, то есть те средства, которые мы рекомендуем в зимнее время. Такие средства есть и в косметических домашних линиях, есть в линиях, которые продаются в аптеках, называются защитные кремы от агрессивных погодных условий. Следующий вопрос. В мае солнце считается уже активным или только с июня? Я Галину немножко, может быть, расстрою, что даже в нашей полосе солнце является активным уже в марте. И для клиентов, опять же, повторюсь, с пигментацией, уже в марте стоит задуматься о нанесении солнцезащитного крема со стоя фактором 30, а то и 50. Поэтому активное солнышко является, конечно же, в нашей среде и в марте, в зависимости, опять же, от погоды. В июне просто уже лето входит полностью в свои права, и, конечно, здесь уже говорить об активности не приходится. Хотя, может быть, вы замечали, что после поездок именно майских поездок на дачу какой-то появляется более интенсивный загар, что все-таки ультрафиолеты действуют на кожу, особенно когда кожа абсолютно белая, после зимы более активна. За несколько дней до праздников, как за несколько дней до праздников устроить кожу детокс? Может попить какие-то травы, сходить в баню? Какие средства подсветываете для этих целей? Заветт Ивановна. Хороший вопрос, потому что будет достаточное количество дней, то есть маленький импровизированный отпуск у большинства наших граждан, и вопрос с детоксом очень актуален. Итак, детокс программы обычно в профессиональном плане, если говорить с врачебной точки зрения, рассчитаны на 14, 28, а то и 35 дней, потому что слишком ударными какими-либо методами на организм не всегда стоит воздействовать. Но если у нас есть небольшое количество дней, то сауна или баня или хамам, то есть влажная какая-то парная, в этой ситуации подойдут. Какие-либо травяные скрабы, не стоит забывать про такие классические варианты, как скраб кофе или скраб манкой, то есть можно делать дома такие аматорские хорошие моменты. Дело в том, что очень часто мы назначаем какие-либо печёночные травяные сборы, они полезны даже абсолютно здоровым людям, но прежде чем принимать или делать детокс программы, а тем более с помощью травяных препаратов, желательно пройти обследование у врача-гастроэнтеролога сделать УЗИ органов брюшной полости, чтобы в желчном пузыре не было каких-то камышек, и вы не спровоцировали приступ холецистита или двинули камни, если они у вас есть. Поэтому будьте внимательны и аккуратны с вашим организмом. Это достаточно тонкая такая система, тонкий инструмент. Поэтому прежде чем приступать к детокс программе, пройдите обследование. Есть экспресс-детокс программы, которые предлагаются обычно всё-таки в лечебных учреждениях. Поэтому если говорить о очень каком-то активном таком воздействии на организм, всё-таки стоит делать это под наблюдением врача. А в домашних условиях, то есть сауна-баня, скрабы для тела, лёгкие массажи, лимфодренажные массажи и очень неплохие варианты, опять же, продаются в магазинах. Это водорослевые обёртывания или грязевые обёртывания для домашнего использования. Их тоже можно наносить дома и использовать в домашних условиях, в домашней ванной. Но, опять же, делайте эти процедуры, пожалуйста, через день, а не каждый день. В мае ожидается праздник живота с обязательными шашлыками, причём в немалых количествах. Как мясо влияет на кожу? Оксана. Мясо, как любой белок, если Вы его употребляете, если Вы не являетесь вегетарианцами или веганами, то белок, как активная строительная субстанция для нашего организма присутствует в нашей диете постоянно. В принципе, я уже раньше говорила, всё-таки стоит во всём какой-то соблюдать меру, и большое количество мяса тоже в этой ситуации нужно думать о том, как мясо переварится. Поэтому берём за основу кухню восточных наших соседей, например, кавказскую, там, где вместе с мясом в питании используется большое количество специй или трав. То есть для того, чтобы мясо хорошо переварилось в организме, в нашем кишечнике, и не лежало там долго-долго-долго, и, может быть, даже сделало какие-то отрицательные моменты для нашего организма, всё-таки стоит подумать о том, как сделать переваривание мяса более эффективным, более активным. То есть в этой ситуации хорошее, хорошо, очень большое количество зелени, петрушки, тархун или эстрагон, ещё называется такая травка, продаётся обычно, там, где зелень продаётся, риган, майоран, то есть использование в приготовлении мяса, трав, чебреца, розмарина, они все улучшают переваривание мяса. Опять же, небольшое количество красного вина тоже будет, наверное, положительно отражаться, но небольшое количество. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Думаю пройти курс процедур для тела, но в рабочее время не успеваю. Скажите, за 4-5 дней можно успеть что-то сделать, массаж, обёртвание, что-то ещё? Кира. По поводу процедур для тела, опять же, слишком активное вмешательство в дренажную систему организма, то есть делать каждый день какие-либо очень активные процедуры, антицеллюлитные для тела, или просто процедуры для тела, но с каким-то согревающим эффектом, всё-таки нужно делать с осторожностью. Обычно я рекомендую такие процедуры делать через день, хотя есть мастера по телу, которые рекомендуют проходить, например, курс массажа 10-12 процедур каждый день, чтобы активизировать тем самым лимфодренажную сосудистую систему, например, шортовой зоны. Но 4-5 дней всё-таки маловато. Вы можете за это время начать более активно заниматься телом, но должны понимать, чтобы был стойкий эффект без какого-либо патологического воздействия на ваш организм, какой-то травмы очень интенсивной, которую вы можете вначале и не почувствовать. Всё-таки курс процедур по телу должен занимать где-то от 4 до 12 недель, в зависимости от того, каких результатов и какими методами вы хотите достигнуть. 4-5 дней, откровенно говоря, мало. Уход за телом это очень такая постоянная работа. Вопрос по поводу проблемной кожи. Мне 20 лет, меня интересует вопрос избавления от белых угрей. В 15 лет говорили, что это подростковый, в 27 годам пройдёт, но не проходит. Бывает, всё проходит, а потом опять есть. Была чистка, пациентка недовольна тем результатом, который был у неё до этого. Обычно в этой ситуации, опять же, не видя пациента, очень сложно что-то рекомендовать, а к тому же здесь такая прям просьба помочь рецептам. Дело в том, что без наличия пациента рекомендовать какие-то очень чёткие средства по уходу или лечению достаточно сложно. К тому же, здесь Танечка нам не описывает, чем она всё-таки пользовалась до того, как была там чистка и какие-то, какое-то лечение. То есть, если вас интересует более широкая консультация, обратитесь к врачу-дерматологу или напишите мне более развернутый вопрос с точным описанием того, какими препаратами и как вы пользовались, кроме того, что вы написали. Потому что всё-таки лечение угревой болезни, лечение проблемной кожи это очень объёмная может быть наша консультация и рецептов может быть большое множество. Некоторые из них может быть вы уже проходили, чтобы я не повторялась. Поэтому, Танечка, я прошу вас написать более расширенный вопрос на сайте. Мы ответим на сайте письменно. Если возможно, можете прислать фотографии, несколько фотографий. Что делать, если понимаешь, что переборщилась солярия? Можно ли успеть отболить кожу за выходные на майские? Опять же, вопрос несколько общий по поводу что значит переборщилась солярия? Если вы в солярии обгорели, то есть появилась розовость или краснота, которая длится в течение суток, это значит, что в течение двух недель будет шелушение на коже. Да, в этой ситуации желательно использовать большое количество увлажняющих средств. кстати, в торговой марке дав для тела очень много разных препаратов, которые хорошо увлажняют, но использование увлажняющих средств в этой ситуации желательно два, три, а то и четыре раза в день, чтобы кожа более активно обновлялась. Но вы должны понимать, что процесс обновления будет проходить от 10 дней до 14 дней. То есть избежать шелушения в этой ситуации достаточно сложно. И если есть ожог, то желательно еще добавить какие-то средства с фунтенолом, то есть заживляющим. Успеть отбелить кожу за выходные на майские, опять же, весь вопрос в том, что если говорят о цвете, то есть вы переборщили солярия, вы стали излишне коричневой, тоже идет обновление кожи в течение от 10 до 14 дней. То есть учитывайте этот момент. Алена. Алена. Можно ли еще делать кислотные пилинги, сколько времени понадобится, прежде чем может выйти на работу? Очень хороший вопрос. Люблю такие профессиональные вопросы. Вопросы профессиональные процедуры. Итак, по поводу кислотных пилингов. Кислотные пилинги, в общем-то наши коллеги в южных странах делают круглогодично, как они говорят, у нас зимы нет. В нашей стране зима есть. Поэтому, конечно же, большинство подобных процедур у пациентов, если им не нужны какие-то очень срочные, быстрые и конкретные результаты, мы рекомендуем делать все-таки в осенне-зимнее время, когда намного меньше инсоляция, когда нету излишнего острофиолета. Если так получилось, что вам все-таки нужно пройти курс химических пилингов в летнее время или подготовиться к какому-то мероприятию, то можно делать химические пилинги в летнее или в мае или в летнее время, но с условием, что, первое, вы не будете излишне появляться на солнышке, то есть, даже находясь на выходных, например, за городом, вы находите более теневое место. Опять же, используйте солнцезащитные кремы с ПФ-фактором 20-30, а то и 50. Это зависит опять же от типа кожи, от склонности к пигментации, от возраста иногда и от глубины пилинга, который делается. Конечно, все равно мы стараемся не рисковать кожей наших клиентов и не рекомендовать, например, очень глубокие интенсивные пилинги в летнее время, но опять же, если такая есть надобность у пациента, то мы просто подписываем в буквальном смысле даже бумагу иногда письменную о том, что вы предупреждены, что вам нельзя будет интенсивно находиться на ультрафиолете, на солнышке. Будьте осторожны. Какая Инга задает вопрос, какая диета самая полезная для кожи, что вы думаете в этом плане про первые овощи и тему нитратов. Дело в том, что диета для кожи может быть очень разная. Зависит это чаще всего не от кожи, а от особенностей ферментативной системы именно организма самого пациента. По поводу первых овощей, ну, как обычно, все хорошо в меру. Может быть, стоит там меньше употреблять, например, ту же редиску, все-таки она для некоторых пациентов не очень рекомендована. Но, в общем-то, аккуратное использование в небольшом количестве, если вы сделаете один раз в день салат, я думаю, что в этом сложного ничего нету и страшного тоже. Так, и, наверное, про темные круги. Что, сейчас у нас один из уже последний вопрос. На вопросы, на которые мы не успеем сейчас ответить в прямом эфире, мы ответим в течение часа после нашего вебинара. В письменном виде каждому нашему клиенту, который обратился к нам. Спасибо вам большое за то, что вы так активно участвуете и следите за собой. Так, и последний вопрос на сегодня. Так, какой же последний вопрос выбрать? в интернете много видео с методиками массажа для лица, к такой самодеятельности относятся профессионалы, можно ли так себе навредить, будет ли эффект, как долго нужно делать массаж. Итак, из всех методик массажа, которые мои пациенты и клиенты могут сами использовать в домашних условиях, мне нравятся очень методики BodyFlex, достаточное количество литературы продается и я видела тоже ролики в YouTube, поэтому самодеятельность, эффект, если, опять же, если вы будете делать массажи достаточно регулярно, практически домашнему уходу, или если вы хотите подтянуть лицо таким образом, то сделать лифтинг лица, можно таким образом действительно сделать неплохой помощь врачу-дерматологу-косметологу, но вы должны понимать, что делать подобные массажи желательно каждый день, практически. По поводу навредить, мне нравится в этой ситуации например, одно из самых старых косметологических еще советских изданий называется Косметология лица, и там есть методика самого простого массажа и рассказано по какому принципу и зачем это делается, то есть лимфодренажные линии по лицу расписаны и как двигаться вдоль этих линий, поэтому я думаю, что если использовать достаточное количество информации и делать это часто, то можно это можно сделать себе навредить достаточно сложно. Итак, на сегодня мы уже будем прощаться, я желаю вам приятных майских праздников, все-таки какие бы они ни были, найти позитив немного солнышка, активно использовать солнцезащитные средства, не забывайте, что все-таки навредить таким образом можно коже и не забывайте, что вы прекраснее, чем вы думаете. С вами Бранда. праздник.